Интересно, как другие поживают? Хлейн, Ба, Геймери, все они. Они, наверное, беспокоятся за нас, не так ли? Тяжелые времена, как эти. Хорошо помнить, что есть люди, которые беспокоятся о тебе. Что происходит? Лео, пожалуйста, вытащи меня отсюда. Помоги. Инициализация аватара. Доброе утро, Лео. Лео? Еще один плохой сон? Жаль это слышать. Хочешь поговорить об этом? Ну ладно. О, привет, Лео. Привет. Мы сталкиваемся постоянно друг с другом, не так ли? Ага. В самом деле, это очень удачно, потому что как раз я хотел поговорить с тобой. Почему? У меня тут только что был быстрый разговор с Лин. Мне скоро надо будет прерваться от игры. Это означает, что некоторое время меня не будет онлайн. Почему? Ну, там личные проблемы. Я бы не хотел об этом говорить, извини. Окей. А, я буду здесь еще несколько следующих дней, если что-то интересное проклюнется. Угу. Как обычно, просто свяжись со мной через прямую связь. Увидимся. Пока. Так, ну да, мы... Нам не следует забывать, что мы тут играем в ММО. И... Ай, у людей есть реальная жизнь. Ну, для других людей, по крайней мере. Угу. Извини. Я должен был сформулировать это иначе. На самом деле, у меня хорошие новости. План по достижению сервера аватаров почти завершен. Угу. Нам придется... Мы будем штурмовать пустоши Вермиллиона вместе с кучей других игроков. Ты же, наверное, помнишь, как сильны некоторые из этих врагов были. Правильно? Угу. Еще есть время подготовиться. Убедись, что твои статы и обмундирование на достаточном уровне. Да вот еще. Да-да, можешь пошататься по квадрату ромбуса. Площадь ромбуса. Как только будешь готова, иди обратно, возвращайся в убежище Сатоши, и мы обсудим оставшиеся детали с Сатоши и Шизукой. Угу. Ну, привет, Ле. Ты тоже здесь. Так, ну пошли. Давай, Сатоши. Поехали. Приветствую, Ле. Как ты думаешь, ты готова для того, чтобы выполнить наш план? Имей в виду, как только мы начнем, все начнет происходить очень быстро. Так что, ты готова? Да-да, я готов. Хорошо, давай тогда соберем всех. Так, ну хорошо. Где начнем? Я поковырялся немножко в технической стороне вещей. Сервер аватаров, скорее всего, взят от старой версии официальных игровых серверов. Что означает, что он должен быть уязвим к некоторым дедос-атакам, которые мы испытывали в прошлом. А-а-а, используя хит-стан-уверфлоу и технику. Точно. Хит-стан-уверфлоу не существует как техники. Ну ладно. Она существует в мире этой игры. Эй. А, так, ладно, объясните нам, обычным людям, тоже, пожалуйста. Но, другими словами, есть способ обвалить, обрушить сервер аватаров. В очень-очень плохом смысле этого слова. Как только это случится, Сидвелл будет непросто его перестартануть. Таким образом, сервер некоторое время не будет отвечать ни на какие запросы, включая запросы на уничтожение данных. А это даст нам достаточно времени, чтобы Лея добежала туда физически. Звучит неплохо. Ну и как это реально сработает, как мы его обрушим. Ну, ключ в том, что... А, ключом для этого являются аватары, которые бегают по пустоши вермиллиона. Нам надо подвергнуть их определенного... Влиять на них определенного типа полем. Причем так много их только возможно. Если у нас все получится, все должно переполниться на сервере. Память сервера должна переполниться, например. Написано просто, вещи должны переполниться. И это обрушит сервер. Однако, для того, чтобы это сработало, нам нужно гораздо больше игроков. Вот почему я планирую задействовать несколько других игроков. Особенно тех, с кем Лея раньше встречалась. Ты собираешься задействовать других игроков? Ну что ж. Я подозреваю, что это риск, который нам придется... ...принять. У меня других идей нет, к сожалению. Так, а что насчет меня? Я не могу войти в официальную игровую зону. Но зато я могу бегать по пустоши вермиллиона. Мне стоит помочь? Ммм. Если честно, с моей точки зрения, тебе бы не стоило заходить в игру. Вообще, стоит выйти из игры на тот период, пока мы будем штурмовать землю аватаров. Поскольку Сидвелл в курсе твоей текущей локации в игре, тебе надо будет быстро переместить. Иначе он может просто взять тебя в заложницу. Да. К сожалению, да. В данном случае для меня есть еще и сторона реальной жизни. Да, еще кое-что. Ты смог поговорить с Готэмом? А, ты сама смогла поговорить с Готэмом? Я попробовала. Но он вел себя очень странно. Даже более странно, чем обычно. И это немало, учитывая его. Как только я упомянула Лею, он начал болтать над тем, как она умудрилась убежать из его пещерной башни. Похоже, ты задела его за живое. В любом случае, я решил, что лучше ему не говорить многого. Ну и да, по-моему, он совсем смехнулся уже. Да, это неприятно. Ну, посмотрим, сможем ли мы его вытащить каким-то образом. Я знаю несколько людей, которые из группы поддержки, которые, из обслуживающей бригады, которые могут помочь с этим. Я тоже знаю, кого он имеет в виду. Так, ну, хорошо. Тогда как продолжим? Ну, на сегодня давайте закончим. Как только у меня все будет готово, Лея и я попробуем собрать других игроков. И как только мы получим помощь, которая нам нужна, мы начнем с планом так скоро, как это возможно. Ну что ж, давайте попробуем. Постараемся. Выложимся по полной. Вот Тушин сказал. Да, так и сделаем. Скоро увидимся. Спокойной ночи. Пока. Лея, ну что, выключимся на сегодня. Подожди. Тебе нравится это место, похоже. Угу. Ну? Угу. Нервничаешь? Угу. Да, и я тоже, на самом деле. План очень рискованный. Так много вещей может пойти не так. Почему? А, извини. Я не самый лучший человек для того, чтобы вселять доверенность в других. Ты, наверное, уже догадалась, что я планирую задействовать других членов первых исследователей, передовых исследователей. А, нам потребуется их помощь, чтобы правильным образом выполнить план. Угу. Другого пути нет, на самом деле. Угу. Ну, и я, на самом деле, уверен, что они поймут. Поверь мне. Ты для них не просто игрок. Хе-хе-хе. И я должен тебе кое-что сказать. На самом деле, мне следовало давно это сказать. Спасибо, Лея. Угу. У нас, мы вместе путешествовали уже, путешествуем уже так давно. Ты прошла через столько испытаний и всегда продолжала, никогда не останавливалась. У меня, я не мог бы желать себе лучшего партнера. Ле? Угу. Ну что, как тебе теперь? Готова? Угу. Пока. Спокойной ночи, Лея. Сон. О, она отвечает. Доброе утро. Э? Она... Ей страшно? Мм. Ну, это, возможно, из-за твоей внешности. Да. Я так... Я подозреваю. Один момент. Так, я думаю, будет более дружелюбно. Ты не можешь говорить? А? Нет. Мм. Надо будет с этим разобраться. Ну, а ты же понимаешь нас, да, судя по всему? Угу. Мм. Интересно. Немая женщина, которая все еще может слушать. Как? Вызывает ностальгию. Мм? Скажи, ты помнишь свое имя? Мм? М-м. Мм. Как же нам тебя назвать тогда? Как насчет Ле? Мм. Вот картинки разных мест. Ты помнишь, как выглядят леса? Угу. Хорошо. Ты можешь показать на картинку, на которой изображен лес? Угу. Да, правильно. Так. Ну, ты, значит, помнишь основные концепции? Так. Ну, что насчет вчерашнего... Вчерашнего знака? Можешь его все еще сделать? А, он ее обучал. А-а-а. Как интересно. А? А ты уже забыла? О, как жаль. А помнишь хоть какой-нибудь знак? А? А? Ну, что ж, уже что-то. Ну, теперь уже понятно, что не только проблемы у тебя... Проблемы у тебя не только с речью. Ты также не можешь записывать вещи. И с языком жестов мы продвинулись не так далеко. Похоже, что у тебя есть... У тебя проблема с... Ты не можешь вспомнить слова или вообще любые абстрактные концепции. Лея, все хорошо. Пожалуйста, не грусти из-за этого. Однако. Он показывает человеческую сторону главного злодея. Привет, Лея. Всегда одно и то же. Разве не забавно, как всегда, все приходит к одному и тому же? Все поддержка, которую я им дал, все вещи, что я сделал, все внезапно не имеет никакого значения. Просто из-за конфликтующих идеалов. И вот так вот разом все стало враждебным. Все... В общем, мы начинаем враждовать. Извини. Тебя на самом деле это не должно волновать. Ну что, помнишь еще какие-нибудь знаки? Ага, ну ты, по крайней мере, можешь считать. Я смотрю, ты это подобрал... Ты... Выучил это довольно быстро. О, снова пытаешься сделать это? Не беспокойся. Тебе не потребуется для... Никаких... Для знаков. Для языка знаков, в смысле. Языка жестов. Ну что такое? Хочешь, чтобы я тебе рассказал про нее еще? Угу. Ну? Мы встретились на работе несколько лет назад. Она была очень умная, трудолюбивая и немая. Но это не останавливало ее. Она все равно продолжала делать свою работу. Угу. Мы сначала переписывались, вот. А потом я выучил язык жестов. Но именно... Даже так она не отличалась особой разговорчивостью. Просто была очень-очень хорошим слушателем. Моя работа заключалась в том, чтобы строить хорошие отношения. Я встречался с большим количеством людей и всегда был занят поддерживанием связей. И все эти связи, тем не менее, были такими пустыми. А с ней все было иначе. Она была одним из немногих людей, с которым я мог разговаривать открыто. Похоже на тебя. Я, видимо, хорошо лажусь с немыми людьми. Ну что ж, мы всего лишь люди. Самые зацикленные на себе создания в этом мире. Мы любим думать о себе... Как о высших созданиях. Ну и да, и правда. Мы действительно достигли многого. Но в конце концов, мы всего лишь еще один тип созданий затерянных в этой огромной вселенной. Лея, ты помнишь, как выглядит чистое небо ночью? Знаешь, за городом, где нет поблизости никаких городов? Эх, надеюсь, однажды ты увидишь это. Похоже на бесконечное море звезд. Когда ты увидишь это, ты начнешь понимать, как на самом деле мало мы значим в этом мире. Как незначительны мы в этом мире. Все готово. Мое финальное создание. Время положить этому конец. Всему этому. Инициализация аватара. Доброе утро, Лея. Привет. Ты хорошо поспала? Ну что ж, время всех собрать. Как? Я рад, что ты спросила. Я очень постарался и добавил еще пару слов в твой словарь. О! Новое слово встретиться. Встретиться? Я уверен, что это поможет тебе всех собрать. Не так ли? Встретиться с Леей. Точно. Ну пока, дико, есть еще кое-что. А? Новое слово. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Ну что ж, давай позовем других. Так, задача собрать всех в комнате встреч в штаб-квартире передовых исследователей. Ну что ж, давай двигаться. Ну да, разумеется, никого здесь нет. Это было бы слишком просто. Так, ну, давай попробуем связаться со всеми через прямую связь. Время использовать твой новый словарь. Угу. Привет. О, бонжурли. Рад видеть тебя все еще в игре. Троне не было уже несколько дней. Я так понимаю, что он ушел совсем. Мм. Он даже не сказал, не попрощался. Этот придурок. Ну ладно, что скажешь, что происходит? Как дела? Значит, хочешь поиграть в группе? Встретиться. Пардон? Встретиться с Леей. Ты хочешь встретиться? Угу. А где мы встретимся? Лея ждет. Эм. О, ты хочешь встретиться там, где ты сейчас находишься? Угу. Так, ну, давай я посмотрю. А, ты в нашей штаб-квартире? Хорошо, я скоро буду. Спасибо. Ты сегодня очень говорлива, милая. Увидимся скоро. Пока. Мм, это сработало куда лучше, чем я ожидал. О, привет, Лея. Привет. Извини. Эм? Лея извини, извиняется. Эм. А, ты имеешь по поводу того, что произошло раньше? Угу. Эх, это был просто, эээ, были просто объятия. Не волнуйся на эту тему. Или просто обнимашки. Они были даже не такие сильные. Ничего, я не сломаю позвоночник. Все в порядке. Ээ. Ахаха. Нет, серьезно. Все, все в порядке. Ээ? Встретиться с Леей. Эм, что-что? Э, встретиться с Леей. Эм, я не знаю. Ты не думаешь, что это слишком рано? Всего лишь одни обнимашки, и ты уже хочешь встречаться со мной? Ча, ээ, здесь? Ээ, нет, почему? Эх, я просто, я просто шучу. Ээ, извини. Ты хочешь эээ, организовать встречу со всеми членами ээ, первых исследователей? Угу. Отлично. Я могу собрать всех, если хочешь. Спасибо. Ээ, нет проблем. Дай мне минутку, я скоро вернусь. Ну, отлично. Помощь, с помощью Шнайдера все будет куда проще. Так, ну хорошо. Давай теперь позовем Аполло и Джоэрн. А? Да, мне нужна помощь всех, кого мы сможем собрать Лея. Ммм. Привет. Привет, Лея. Сер-романсер Лея, рад тебя видеть. Лея встретится. Прошу прощения. Встретится. Встретится с Леей. А, я так понимаю, что она хочет, чтобы мы встретились. Эээ, что это? Означает, что ты готова для нашей следующей дуэли? Эээ. очень комфортное здание для штаб-квартиры. мне нравится. О, спасибо. О, ну наконец-то я познакомлюсь с этой знаменитой травяной головой, про которую я так много слышал. Меня зовут Аполло, триблейдер. Ээ, кстати, мы тут все своего рода травоголовые, просто разных цветов. Да, ты прав. Ну что ж, у меня, по крайней мере, цвет свежей травы. Да, но я мудрый травоголовый. Слушайся своих старших новичок. Ну ладно, ладно, хватит с этими метафорами. Привет! Так, тихо все. Давайте послушаем, что Лея нам скажет. Лея, встреча? Пока что мне все очень нравится. Так, Лея, номер голограммы, я забыл номер. Всем привет. Ох, господи, что это? Меня зовут Лея, кто этот парень? Я, Эмили, дай ему поговорить. Спасибо. Меня зовут Сергей Азимов. Я здесь собираюсь объяснить вам кое-что про Лею. А вы уже все в курсе, что у нее проблемы с речевым модулем. Однако, есть еще один момент касательно Лея, про который вы, скорее всего, не в курсе. Лея, на самом деле, искусственный интеллект. Ее аватар контролируется программой. Что? Да ты шутишь. Сферомансер Лея. Этот человек говорит правду? Угу. Извини. Нет, этого не может быть. Ты действительно одурачила меня. Так, подождите, это значит, что бот вступил в нашу гильдию? Ха-ха-ха, это невероятно. Лея, дорогая, так ты что, NPC? Ну, персонаж? Я очень, я в шоке сейчас. Лея обычный аватар, контролирующий, который контролирует очень специальный особый тип искусственного интеллекта. Разрешите мне начать с самого начала. И вот мы наконец встретились с Сатошей и Шизукой, спрятанной где-то в сапфировой гриде. Так мы узнали все и придумали план. план заключается в том, что мы будем штурмовать пустоши вермиллиона, чтобы достичь сервера аватаров. И именно в этом месте нам нужна ваша помощь. Ммм, какая сложная ситуация. Роман Серлея, я, я, я даже не знаю, что сказать. Ммм, вся эта болтовня на тему техники прошла мимо моих ушей. Но я так понял, что там есть где-то момент про то, где мы должны пинать стены пещеры. Это звучало круто. Я все еще полностью в растерянности. Не волнуйся, милая, ситуация очень особенная. Так, ну хорошо, давайте я объясню, где нам нужна ваша помощь. Для того, чтобы правильно штурмовать, напасть на пустоши вермиллиона, нам нужна ваша помощь. Так что, пожалуйста, ради Леи и всех аватаров можем ли мы рассчитывать на вашу поддержку? Я в деле. Лея мой хороший друг. Может быть, она искусственный интеллект или полубуханка хлеба, но мне все равно. Разумеется, помогу ей. Да, ты права. Лея член этой гильдии, мы должны помочь ей. Ну, в смысле, я понимаю, что все тут безумно, и штурм этих пустоши вермиллиона это серьезная тема, можем попасть в беду, но, господи, как часто вам выдается шанс влезть в незаконченную территорию игры, не так ли? Точно, рассказано, чувак. Это звучит, как совершенно безумный рейд. Я не уверен, что я могу одобрить все это нарушение правил, однако, то, как сейчас обращаются с аватарами, это ужасная несправедливость. Во имя и чести сфером... Во имя всех сфером ансеров это не может продолжаться. Поддерживаю. Точно сказано. Мы, передовые исследователи, не можем согласиться с такой жестокостью. Лео, ты можешь рассчитывать на нашу поддержку. Истина так. Дай, слезьте все со стола. Да, мэм. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Уф, честно, я даже не рассчитывал на такой энтузиазм. Я очень рад, что мы можем рассчитывать на вас всех. Так, ну, теперь нам надо выбрать время, которое подходит всем. Чем раньше, тем лучше. Ну, сейчас выходные, у меня есть время. Давайте займемся этим прямо сегодня. Давайте. Да, давайте штурмовать фермиллионские пустоши. Отлично, мне тоже подходит сегодня. Я планировал сходить в магазин. Это была шутка. Ну, ладно, сегодня так сегодня. Отлично. Тогда давайте встретимся через час перед Додзю в Сапир Вогриде. Вот на вермиллионские пустоши находятся рядом там. Так, кстати, перед тем, как мы разойдемся, давайте попробуем установить канал прямой связи. Пожалуйста, дайте мне минутку. Так, все готово. Теперь я могу говорить напрямую со всеми вами. Отлично. Тогда я пойду подкручу свое обмундирование и соберу несколько предметов. Скоро увидимся. Элла и я тоже приготовимся. Скоро увидимся. Сергей, вопрос. Ты сказал, там был копия эватар копия меня в земле эватаров. Возможно, на допросе? Да, это так. О, черт. Я, пожалуй, выйду и быстренько сменю все свои пароли. Встретимся с тобой в сапфировой гряде. Сферомансер Лея, мы тоже подготовимся. Мы покажем что означает гнев сферомансеров. Лея, милая, теперь я наконец-то понимаю, что с тобой происходило. Ты действительно скучаешь по нему, а? Другому Лукасу в лотерграунде. Угу. Мы вытащим его оттуда, обещаю. Черт бы помирал. Я отпинаю этого Сидвелла так сильно. он не сможет никогда больше сидеть. Ну, ладно. Я пошла подготовлюсь. Ну, что ж. Я думаю, на этом все. Мы готовы. Давай встретимся со всеми вдоль в сапфировой гряде. Нам бы тоже хорошенько приготовиться. Нам бы тоже стоит хорошенько приготовиться. Ну, нет. Этим я не буду заниматься. Пошли. Так, надо вот так сделать. Привет. Так, ну что, мы все собрались и все готовы. Отлично. Тогда давайте откроем секретный вход. Ух ты. Вот мы пришли. Эта пещера приведет нас прямиком к вермельонским пустошам. Она действительно здесь есть. Целая новая область игровой зоны. Это невероятно интересно. Так, ну, это последний шанс для всех приготовиться. После того, как мы пройдем здесь, пути назад не будет. Мы должны будем действовать очень быстро, чтобы поймать Сидуэла врасплох. Лея, пожалуйста, войди в пещеру, как только будешь готова. Угу. Да, да, естественно. Ты готова штурмовать вермельонские пустоши? Да. Отлично. Всем время пришло. Давайте пройдем через пещеру и соберемся прямо перед выходом. Я дам дальнейшие инструкции по поводу того, что делать после того, как мы окажемся там. отлично. Вперед все. Что это за спрет? Привет, Лея. Привет. Так страшно поверить, что это на самом деле искусственный интеллект. Слушай, а это значит, что ты понимаешь бинарный код? А-а. 0 0 1 0 1 1 0 что? Что? Я сам пройдите не верю, что я сказал. Ты мне скажи. Ладно, на самом деле это все очень интересно. Ты я буду голосовать на тебя как за лучшего нового игрока года. Ле. Так, ну что, я все правильно понял? Мой клон все еще там в ватерграунде? Угу. О боже, это такая странная ситуация. Мы друг друга совсем не знаем, правильно? А при этом тот другой Лукас для тебя я смотрю очень важен. Из-за того, что вы пережили вместе. Угу. Да уж, это реально показывает насколько сильно твоя жизнь формируется твоим опытом. Угу. Случайностью. Угу. Да, мне очень интересно, что будет если я встречусь со своим клоном там. Угу. 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 Я думаю, будет, мне надо быть осторожным на этот счет. Угу. А, точно. они же не любят узнавать, что они клоны. Лея, дорогая, привет. Это вся эта ситуация так... Эту всю ситуацию мне так сложно понять. Знаешь, мы наслаждаемся играми типа перекрестка миров, потому что они позволяют нам жить в фантазии. и так в этот момент мы можем забыть о всех своих заботах реальной жизни. Угу. Привет, Лея. Привет. Ты на самом деле наиболее человекоподобный интеллект, который я когда-либо видел. Ты прошла тюринг-тест с летающими цветами. Лея, я на самом деле надеюсь, что мы сможем создать место для аватаров в перекрестке миров. Хотя это, конечно, будет сложно в смысле будет сложно получить поддержку инстатеймент. Ледная девочка. Тебе, наверное, было так тяжело без способности говорить и когда-то ничего не знала о себе. И, да, наверное, тот факт, что Поля тебя донимал, этому не сильно помогал. Но на самом деле, Лея, ты сильная девочка. Судя по тому, что нам рассказал Сергей, ты действительно прошла через многое. И вот ты все еще здесь с радостью говоришь привет всем. Привет. Именно так. всегда приятно с тобой поиграть. Кроме того, было очень весело смотреть, как ты побивала поле. Да не говори ему, что я так сказал. Сферомансер Лея? Лея. Что такое? Я называю тебя по имени, не так ли? Лея. Подожди, ты хочешь, чтобы я не называл, чтобы я не использовал слово Сферомансер тоже? Я боюсь, я не смогу этого сделать. Это благородный титул. Каждый игрок нашего класса должен носить его с гордостью. Спасибо. Ладно, ладно, хорошо, но только один раз. Лея. Теперь, когда правда выяснилось, похоже, я все-таки был прав. С самого начала ты читила. Однако, учитывая обстоятельства и время, я думаю, что нам стоит спустить это на тормозах. Кроме того, Лея, я на самом деле очень горжусь тобой. Ты выросла в прекрасный пример сфером ансера, в образцового сфером ансера. Оглядываясь назад, я должен сказать, что это было честью иметь тебя в качестве оппонента. И в самом деле, ты показала мне, что есть еще потенциалы для меня расти. Спасибо. Ну что ж, время для нас совершить величайший акт справедливости. я надеюсь, ты готова. Лея! Привет. Лея, дорогая, теперь я когда думаю об этом, я действительно вела себя очень плохо, не так ли? Ну, я пыталась тебя воспрашивать про твою реальную жизнь очень постоянно. И уж не говоря о том, как я вела себя после рейда. А так, так, виновата. Я просто не знала. Ну, все еще, ну, несмотря на это, извини меня. Я просто хочу, чтобы ты знала, что ты для меня действительно дорогой друг. И не важно, искусственный интеллект или что еще. Спасибо. жалко, что тройни с нами нет для этого всего. Угу. Он действительно такой козел. Ну, милый козел, тем не менее. Не знаю, дорк более мягкое слово, чем козел, но мне сейчас в голову ничего не приходит. Зануда. Он такой зануда. Но милость зануда, тем не менее. О, пусть будет зануда. Давай будем надеяться, что мы встретимся в конце концов. Будем надеяться, что он все еще в конце концов объявится. Угу. Так, ну ладно, слушайте все. За этой дверью лежит вермиллионская пустошь. Давайте быстренько обсудим, как мы будем действовать отсюда. Наша задача в том, чтобы собрать как можно больше аватаров, как мы сможем найти и дать им привести как можно ближе к квестовому хабу на востоке и после этого применить на их особое поле. Мы должны будем сделать это так быстро, как только возможно. Поэтому я предлагаю разделиться на три команды. Команда начнет прямо от квестового хаба и разберется с аватарами в этой области. Я предлагаю чтобы Лея была частью этой команды. Тогда я тоже буду частью команды Лукас и ты. Никаких больше увиливаний по поводу уровня. Хорошо. Хорошо. Так, нам потребуется еще двое, еще две команды, которые будут собирать всех остальных аватаров в области и ввести их к квестовому хабу. Команда Б займется лесом на севере, а команда С дельта реки на юге. Мы с Джоэрном займемся лесом. Хорошо. Тогда мы втроем баги Л и я будем командой С. Отлично. Разбились. Ну что ж, всем приготовиться. Операция начинается. Вау, вот это мрачное место. Как неожиданно. Теперь мне действительно интересно, что за история у этого места. Для этого будет время потом. Сейчас нам надо торопиться. Хм. Какая большая компания. Неожиданно. Э, это Сидвел? Угу. вы все должны прекрасно знать, что эта область запрещена посещению. Покиньте ее немедленно, иначе все ваши аккаунты будут ограничены. Все не слушайте его. Он не может рисковать и жаловаться нас по официальным каналам. Жал. Гнусный злодей. Твои пустые угрозы не остановят нас. Да, ничто не повернет нас назад теперь. Так что уж вы теперь хотите? Сервер? Для вас вы не сможете его достигнуть. Даже если вы сможете, данные будут потеряны до того, как вы доберетесь туда. И тогда ты потеряешь все копии каждого аватара. Включая Сатоши. Да, действительно. Сервер аватаров это твой последний заложник. И этого заложника ты не можешь позволить себе потерять. С вашей стороны было бы неразумно преувеличивать мою привязанность к этому серверу. Ну, в любом случае, я позволю вам поиграть. Но не думайте, что я позволю вам бегать безнаказанно. Байер обрушен. Время разделиться всем. Надо их хвалить. Вперед! Влез! Всем удачи! Ну, что это за робот штуки? Барьеры привязаны к этим врагам, поэтому нам придется избавиться от них, чтобы продолжить. так, они, я так понимаю... Вперед к квестному хабу! Отлично! О, смотрите, это один из этих эватаров. Эй, ты, пошли к квестному хабу, а? Там отличное снаряжение валяется. Пошли за мной, если хочешь выбраться отсюда. Быстро, есть всего один шанс. Серьезно? Квест хаб? Это хорошо сработало. Бегом, бегите к маркеру. Ого, вот это лазеры. Эти маркеры будут притягивать лазерные лучи. Используйте их для своей защиты. Так, Лея, мы готовы начинать. Вот, что ты должна сделать. Слушай внимательно. Наша задача поразить разрядом каждого аватара в этой области. Для каждого аватара есть три шага. Первое. Ты должна победить ближайшего шредера, это эти роботы, чтобы начать процедуру починки. Второе. Перевести поврежденного поврежденного шредера близко к аватару, чтобы зафиксировать его. Третье. Зафиксированный аватар должен получить удар лазера. Если ты не сможешь найти ни одного аватара, который стоит на точке привлечения лазера, если ты не сможешь найти аватара, ты можешь встать на точку лазера и лазер направится на... А, я понял, и тебе укажут на ближайшего. Вот и все, вперед. Так, хорошо. Есть. Давай, бей лазер. Так. Роман Сирлея, мы нашли еще больше игроков. Отлично, сфокусируемся на них. Так. Ага, теперь нижние привели еще аватара. Так. Так. Так, ну что ж, похоже, мы поймали всех в этой области. Эмили, Лукас, вы оба оставайтесь здесь и убедитесь, что никакие враги не мешаются с аватарами. Лея, ты отправляешься на восток и соединишься с остальными. Не волнуйтесь, мы прикроем эту область. Удачи там, милая. Лея! Так, что здесь то же самое? Серамаль, Серлея, здесь еще есть несколько игроков. Хорошо, давайте шокируем их тоже. Так. Так, ну что, похоже, мы поймали всех аватаров в этой области. Мы близки, но еще не на месте. где-то есть еще парочка аватаров. Там, прямо перед башней есть еще несколько аватаров. Однако, похоже, застряли. Я не могу заставить их сдвинуться. Застряли, говоришь? Остановись прямо там. Альберт, ты помоги Аполло и Джорн защитить эту область. Лея и я посмотрим, что там с башней. Понял? Я не знаю, чего ты пытаешься добиться этим, но уже совершенно понятно, что ты пытаешься вмешиваться в поведение аватаров в этой области. Я не могу позволить тебе продолжать это. Лея, я уверен, ты не забыла про этого конкретного аватара. Его состояние в моем распоряжении. Я дам тебе последний шанс передумать. Лея, не поддавайся на его угрозы. Наш текущий план это самый лучший способ спасти его. Лея! Я так понимаю, что это означает, что я не могу заставить тебя передумать. Жалко. Ну, в любом случае, ты сейчас столкнешься с стеной, непробиваемой стеной. Лея, не задавайся, мы еще можем. Ай. черт, это не работает, фиксация провалилась. Лея, постарайся выжить. Я попытаюсь найти решение, как только смогу. Все так же. Оу. Итак. Похоже, это все еще в процессе. Шпызлка, что ты тут забыла? Я здесь собираюсь помочь. А как насчет? Не беспокойся насчет меня. Я уже поменяла свое местоположение. Все будет в порядке. Самое главное, что, похоже, мне не нужна помощь, не так ли? Привет. Ну, что ж. покажем им, что мы можем. Пожалуйста, задержите их. Я скоро найду решение. Так, отлично, все готово. Один из шредеров будет отмечен желтыми звездочками. Побеждая их и толкай к аватарам. Они должны будут способны справиться с блокерами. нам может потребоваться несколько попыток. Удачи. Ага. Так, один есть. есть. Ну, теперь нормально. А, мы нашли уже обход Так, быстро Ну, что такое-то? А, все, он уже заблокирован Так, четвертый Так, больше аватаров не осталось Что теперь? А, похоже, твой план не сработал, как ты ожидала, а? Ты уже шокировала каждого аватара в этой области Это не совсем так Еще один остался А, что случилось? Лео, это ты? Привет Лео, сейчас Извини Э, что происходит? О, что-то происходит Неожиданная ошибка Они взорвались Прямо как Эмили там Что? Со мной это случилось? Неожиданная ошибка Неожиданная ошибка Похоже, сервер аватаров обрушился Справедливость восторжествовала Хм, это весьма странная справедливость в поле Сергей, ты сделал это А Лея, ты тоже должна... А, нет, стоп, Лея Пока Это же должно было произойти, да? Да, мы сделали это Мы обрушили сервер аватаров И все взорвалось? Да, но не волнуйся насчет аватаров Их данные пока все еще в порядке и могут быть восстановлены Хм, так таков у тебя был план, да? Сервер аватаров обрушился И я теперь не могу на него попасть Хм, умно Очень умно Я подозреваю, что просто перезагрузить сервер не получится, не так ли? Хе-хе-хе Да, я впечатлен Ты дошел так далеко Нашел Такую Сложную уязвимость Только для того, чтобы восстановить какие-то данные Какие-то данные, да? Ты действительно не дел... У тебя действительно нет ни капли уважения По поводу... К той работе, которую мы делали все эти годы, не так ли? О, нет Я ее очень уважаю Будь в этом уверен Программа допроса аватаров Была невероятно успешна И благодаря вам, всем Я... И это все благодаря вашей работе Я никогда бы не отрицал этого Тогда почему? Почему ты делаешь все это с нами? Угрожаешь нам? Держишь нас заложников Все эти годы? Потому что вы не оставили мне другого выбора Я делал только то, что требовалось Чтобы поддерживать это дело Вы же хотели все закрыть Сказать, сообщить властям Заставить меня заплатить за мои злобные деяния И... Совершенно игнорируя тот факт, что мы во всем этом были вместе Пожалуйста, не забывайте, что мы начали как партнеры И мы все еще были бы партнерами до этого дня Если бы не наши идеологические разногласия Мы создаем аватары, чтобы извлекать информацию И после того, как это завершено Мы выбрасываем их Убиваем их Аватары Это не просто какие-то данные Но у них есть память Личность Эмоции Ты убиваешь Оцифрованных людей Сидуэл Какими монстрами ты нас считаешь? Что ожидаешь, что мы просто будем делать это вместе с тобой? Шизука У нас была эта дискуссия Мы проводили ее уже много раз Я уже устал от нее Я поддерживал ваши исследования многие годы Я позволил вам создать аватаров вообще-то Я сделал так, что у аватаров было место, где они могли существовать И конец этого бизнеса Означал бы конец каждого аватара Раз и навсегда Я прекрасно понимаю Твои опасения по поводу того, как мы Обходимся с аватарами Но других вариантов нет Как еще мы можем получать прибыль Шизука? Аватары Нелегальны Сделай что-нибудь из этого Делай эту информацию публичной о них И инстатейнмент закроется наш раз и навсегда Мы можем только оперировать в тени этой компании Спрятанной в игровой зоне Черный рынок информации Это наша единственная возможность Прекрасная Это превосходно ограниченная точка зрения Лучше я давненько не слышал Подразумевая, что нет никакой просто возможности договориться с инстатейнмент Действительно, я согласен, что компанию будет сложно убедить Но ты недооцениваешь достижения Сатоши и других Эти аватары, у них есть потенциал для изменения мира Даже инстатейнмент согласится на это Может быть способны понять это Но разумеется Вещи не будут Не будут под твоим контролем После того, как аватары станут публичной информацией Разумеется, хочется, чтобы вещи оставались так, как они идут сейчас Ага Все, что они сказали Сто процентов согласен Злодей Твоя Речь не ослепит нас Да, заткнись уже и давай спустись сюда лично Тебе пора надрать задницу Бессмысленно, как обычно Так, ну ладно, что дальше Я подозреваю, что твой план просто пойти вперед к серверу Перезапустить его и забрать все данные, да? Но у меня для тебя плохие новости Есть одна простая причина, по которой Есть причина, по которой сервер находится внутри башни Внутри инстанса Я держу контроль над сервером окружения Я могу очистить его в любой момент Убрав платформу под ним И все это полетит вниз и разрушится И станет неиспользуемым Нет Да, действительно Совершенно верно Команда очистить данные не идет на сервер аватаров Она идет через сервер окружения О, черт, как я мог забыть про это Ну что ж Было довольно весело С вами тут повеселиться Очень Развлекательно было на этом всем наблюдать Ну а в конце концов Все это было ради Все это было Пустую Мы считаем иначе Это башня Это наш домен И потому Мы строим правила Сервер останется Как он есть До тех пор, пока наше финальное требование не будет выполнено Лео Лео Ранее Однажды ты была незавершенным сосудом Теперь ты наполнена силой и решимостью Мы рады, что ты вернулась Поскольку мы приготовили тебе финальное испытание Финальный опыт Финальный опыт Только для тебя Башня ждет того, чтобы ты в нее вошла Достигни Достигни верха И ты найдешь тот сервер Который ты ищешь Мы С удовольствием будем Следить за твоим восхождением Готэм Я не могу в это поверить Ты решил этим заняться сейчас? Хм Что происходит? Кто-нибудь понимает? Кто был этот странный голубой парень? Это был Готэм О Этот будет твой бывший коллега? Да Похоже, он взял контроль над сервером окружения Это хорошо, да? Теперь мы можем все-таки попытаться добраться до сервера Да, если Лео примет его вызов Сама Угу Ну что ж, финальная пещера Лео Тебе придется пойти и показать им Вот для чего Были все наши гонки По пещерам Тироман Сирлея Я уверен, ты справишься с этим испытанием Да, я уверен Удачи Хм Так, ну ладно Этим мы, наверное, займемся в следующий раз Это уже поздно Субтитры подогнал «Симон» Это уже Посмотрите В основном В не ruin В неизуне